На некоторых ваших видео могут появиться автоматические субтитры, но так как этот алгоритм несовершенен, в них могут попадаться ошибки. Так как же проверить автоматические субтитры от Ютуба и исправить их? Есть несколько способов, как в принципе зайти в свои субтитры. Вы можете выбрать то видео, которое вам интересно, просто в своем канале, открыть его и нажать изменить видео. И в появившемся окне найти субтитры, выбрать автоматические и исправить их здесь. Также вы можете зайти сюда из обычной творческой студии. То есть вы заходите в творческую студию, в менеджер видео и нажимаете изменить. Опять же попадаете в окно редактирования, выбираете субтитры и если здесь есть автоматические, то вы можете их править. Как же заниматься уже исправлением субтитров самих? Я покажу на примере одного из наших видео. Захожу в субтитры и у нас здесь русский автоматический. Как вы видите, здесь в субтитрах есть ошибки. Например, неправильно написанная фамилия. Нажимаете вот здесь изменить и прямо вот в этом окошке можете исправлять. Например, написать большую букву, там где-то необходимо. И если какие-то есть ошибки, опечатки, вы можете их исправить. Также вам может попасться такая ошибка в субтитрах, как текст уже закончился, а его транскрипция, то есть его транскрибация субтитров на экране еще висят. Как это, например, можно увидеть в данном моменте? То есть слова закончились, началась заставка, а текст на экране все еще виден. Как это исправить? Все блоки текста разбиты на небольшие вот такие разделы. Это начало раздела, это конец и вы можете просто захватить конец и пододвинуть его на нужный момент. То есть посмотреть, где заканчивается речь и соответственно подровнять все. Вот так вот. А если наоборот текст начался, а актер все еще не в кадре, то наоборот начало текста необходимо сдвинуть. То есть мы видим, что все еще заставка, а текст уже появился. Тогда мы берем начало и тоже немного его сдвигаем. То есть смотрим, когда у нас начинается речь. А если вы будете делать это в наушниках, соответственно прослушивая, то вам будет проще ориентироваться, хотя здесь есть звуковая шкала и вам тоже можно на нее равняться. После того, как вы прошли все свои субтитры, все исправили, нажимаете опубликовать изменения, опубликовать, и субтитры на вашем видео будут уже без ошибок. Субтитры создавал DimaTorzok